Президент Ильхам Алиев и его супруга, председатель организационного комитета первых европейских Игорь Михриван Алиева, приняли участие в церемонии открытия нового административного здания Азербайджанской Федерации Бокса. Президент Федерации Бокса Кемаля Тингейдарев проинформировал главу государства про делы на работе. Здание, построенное в современном архитектурном стиле на основе самых последних технологий, занимает участок в 25 тысяч квадратных метров. Оно будет функционировать и как административное здание Федерации Бокса, и как центр бокса. Этот комплекс, полностью отвечающий требованиям Международных Федераций, своими спортивными залами и всесторонными условиями для тренировок, предложат боксерам образцовые услуги. Здесь установлен бюст общенационального лидера Гейдара Алиева, создан фотоуголок, отражающий внимание и заботы великого лидера и президента Альхома Алиева о развитии спорта в стране. Глава государства и его супруга ознакомились с Музеем Федерации, где возможно почерпнуть обширную информацию об истории бокса в Азербайджане. Этот вид спорта в нашей стране стал формироваться в начале 20 века. Прибывавшие в тот период в Баку для работы иностранные рабочие инженеры, специалисты по нефтяной промышленности начали распространять бокс в Азербайджане. В 20-х годах прошлого века в нашей столице стали проводиться первые бои боксеров-любителей. В 1924 году была учреждена Азербайджанская Федерация Бокса, а международные бои наших спортсменов стали проходить в конце 20-х годов. Хотя наши мастера кожаные перчатки в быт на СССР и вели борьбу на союзных чемпионатах и спартакиадах народов Советского Союза, однако наши основные успехи в боксе пришлись именно на годы независимости. После того, как Азербайджанская Федерация Бокса стала полноправным членом АИБА, наши спортсмены начали выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. В 1993 году 17-летний Ревшан Гусейнов завоевал титул чемпиона мира, а в 2003 году Агасим Амедов привез в Азербайджан первую золотую медаль чемпионата мира. Начиная с 2000 года, азербайджанские боксеры со всех Олимпийских игр возвращались на родину с медалями. Дугар Олег Перев, Фуад Асланов, Агасим Амедов, Шахин Имранов, Магомед Расул Меджидов и Теймур Мамедов являются призерами Олимпийских игр. По сегодняшний день наша страна принимала и самые пресижные соревнования по боксу. В 2011 году впервые в Баку состоялось мировое первенство по боксу среди взрослых. На этих состязаниях наша команда завоевала одну золотую и одну серебряную медаль. Аиба расценила эти соревнования как один из лучших чемпионатов мира, проведенных по сегодняшний день. Последние годы наши мастера кожаной перчатки успешно выступают на первенствах мира и Европы. На Европейском чемпионате 2013 года азербайджанские боксеры удостоились одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей. В том же году в казахстанском городе Алматы прошел чемпионат мира, на котором наша команда завоевала две золотые и одну бронзовую медали. Президент Ильхам Алиев и его супруга Мехребан Алиева ознакомились с комплексой с основным боксерским залом, где будут проходить соревнования. Здесь установлены тысячи сидений для зрителей. Отмечалось, что наши боксеры серьезно готовятся к первым европейским играм. Наша команда полным составом будет вести борьбу как в мужских, так и женских состязаниях. Азербайджанские боксеры будут представлены мужском боксе десятью спортсменами, а женском – пятью. Наши мастера кожаной перчатки, участвовавшие в учебно-тренировочных сборах в горных условиях Мексики после возвращения на родину, вот уже несколько дней продолжают подготовку в Баку. Азербайджанские боксеры Азербайджанские боксеры Глава государства отметил, что для наших спортсменов созданы хорошие условия, они успешно выступают на соревнованиях. Президент Ильхамалиев напомнил о случае в Лондоне, когда при победе азербайджанской спортсменки победу присудили ее соперницы. Чемпион Европы, тоже и в Лондоне. Я наблюдал за ее поединком, где была победа, а присудили соперницы. Вот такая была несправедливость, но в спорте такое бывает, поэтому главное, чтобы спортсмен не падал духом и продолжал доказывать на ринге. Но от зрителей ничего не скроешь. Все видно глазами. Так что вам желаю успехов на соревнованиях и чтобы достойно представляли нашу страну. Глава государства с супругой понаблюдали за тренировкой и думышей молодых боксеров. Возраст всех спортсменов, одобренных в эту группу, составляет под 13 до 17 лет. В здании выделены также места для объявлений, залы для соревнований, участки для сопроводников пресса, для помещений для гостей высокого уровня и Центр организации прямой телетрансляции соревнований оформлены на самом современном уровне. Сегодня государственная забота о спорте в Азербайджане и, как следствие, большие достижения наших спортсменов на олимпиадах и международных соревнованиях различного уровня, создание современной спортивной инфраструктуры как в столице, так и в регионах республики, играют значимую роль и в деле воспитания физически и нравственно здорового молодого поколения. Все эти реалии, созданные в новых спортивных сооружениях условия и проводимая в нашей стране работа в связи с первыми европейскими играми, еще раз свидетельствуют о том, что решение Европейского олимпийского комитета о проведении первых евроигр именно в Баку было правильным. Отмечалось, что осуществлены меры по обеспечению безопасности спортивного сооружения, созданы широкополосная интернет-сеть и кафе. На территории комплекса проведена обширная работа по полгоустройству и озеленению. Затем была сделана фотография на память. Затем президент Ильхам Алиев и его супруга Мехриван Алиева приняли участие в открытии отеля «Кавказ-Баку-Спорт». Расположенный в белом городе отель «Кавказ-Баку-Спорт» построен на высоком уровне и в современном стиле. Близость 17-этажного отеля к основным деловым и культурным центрам столицы создают гостям всесторонние условия для более эффективного времяпрепровождения. Так, отель, расположенный у побережья Каспийского моря, находится в 4 километрах от центра города и 21 километре от международного аэропорта Гейдара-Лиев. Интерьер этого нового туристического объекта отличается современностью. В отеле удобство гостей будет обеспечиваться на высоком уровне. Достигнутые в Азербайджане успехи в экономике, спорте, культуре, искусстве и других сферах повысили интерес к нашей стране не только у иностранных бизнесменов, но и туристов. Реализация в результате проводимой президентом Ильхамом Алиевым успешной политики значимых проектов по развитию туризма в республике создает благоприятные условия для этого. С этой точки зрения осуществляется комплексное мероприятие по развитию отельного бизнеса в Азербайджане. В этих гостиницах гостям оказывают услуги высокого уровня. Глава государства ознакомился с условиями, созданными в ресторане на 17 этаже отеля «Кавказ Баху Спорт». В ресторане на 110 мест гостям будет предложено образцы азербайджанской мировой кухни. Здесь также можно понаблюдать за великолепной панорамой, открывающейся на Каспийское море и Бакинский бульвар. В баре на 60 мест гостям будут оказаны услуги высокого класса. При знакомстве с гостиничными номерами отмечалось, что здесь 103 номера различных категорий, оснащенные на уровне самых современных требований и отличающиеся своим дизайном. Строительство и сдача в эксплуатацию современных объектов туризма и отдыха, гостиничных комплексов свидетельствуют о внимании к развитию этой сферы в Азербайджане. Наша республика – это страна, принимающая самые авторитетные международные мероприятия. Кроме того, в Азербайджане одним из приоритетов является развитие туризма в качестве одного из ведущих отраслений нефтяного сектора. В настоящее время в стране реализуется цикл мероприятий по построению отельного бизнеса на уровне мировых стандартов и оказанию гостям и туристам высококачественных услуг. Отель «Кавказ-Баку-Спорт» – один из примеров работы в этом направлении. Увеличение количества подобных комплексов в нашей стране не только демонстрирует экономический потенциал Азербайджана, но и способствует росту числа пребывающих в республику туристов. Сдача в эксплуатацию столь современного отеля в преддверии европейских игр «Баку-2015» имеет особое значение. Подобные проекты позволяют обеспечить удобство пребывающих в республику в связи с этими соревнованиями туристов и демонстрировать туристический потенциал столицы.